Великобритания И отца Кирилла, чтобы он по полной форме был одет и помог нам У нас было такое в Грузии, когда нас там заблокировали, зато платить надо было, растаможить машину То есть там ничего нет, я литературу привез в патриархию Ну и поехал отец Наум Борщуков, и это нам легче было, облегчило Они все-таки видят священник, и страна-то какая-то не на какая, она православная С уважением к священнику И нам легче было пробиться И сейчас мы желаем взять с собой отца Кирилла, и он не отказался И мы поедем О том, что Бог даст Если мы получим сегодня визу, значит назначенные встречи, они могут все состояться Сегодня у нас пятница, 30 мая 2014 года Мне интересно, я собаку вывел, а сами пошли в храм Ну она наружу, кто мимо проходит, и бывает, и залает Прибежал охранник и говорит, собаку убрать не нужно Ну что здесь, высокопоставленные чиновники живут За оградой чиновники живут А покажи, где вот чиновники-то живут Вон, дом, погляди отсюда А что-то не можешь сам Вон в каких-то этих домах они живут, за оградой, в Берсеневской И ради их вроде разбудишь, а уже восемь часов Начальники, слуги народа, в рабочий день И как бы их не потревожить Я говорю, дождутся, как Янукович Придется ночевать в другом доме У нас проректор технического университета в Барнауле, Семкин, Борис Васильевич Я, говорит, был в командировке там Ну, командировка-то преподавал В Китае Мы, говорит, еще спим, уже везде молотки стучат Это высокопродуктивно Страна такая развивающаяся А не то, что мы У нас все не так Стоят, вот я вижу, мужики вон там Подойди сюда Посмотри Вот как мы приехали, а уже рабочий день Они там все стоят Все разговаривают, здороваются со всеми Какое же тут развитие Притом на дорогах так же Двое работают, пятеро стоят Россия так не строилась Строилась, что все до одного Каждая минута была дорогая И тогда Россия вот такая была Какую нам Бог дал И мы ее проиграли Проспали И выход только один В духовном плане это точно так же Рано вставать Молиться Исследовать Слово Божие Спешить на помощь ближнему Чтоб каждая минута была дорогая А не так, что я пришел Отстоял, лег спать И живот наращиваю Это не пойдет Это ложное христианство Ложное воинство Ненадежное Мы тут уже не первый раз У отца Кирилла нам нравится У него приветливый народ Сам он такой приезжал к нам в Потеряевку Мы давно еще знакомы При советской власти были Там, где он тогда был Данилов монастырь А может даже и Донской Где он там служил Он раньше где служил К Данилову, в Донском? Да, в Данилову К Данилову К Данилову А сейчас там А в Донском он не служил? Нет, он сейчас является насельником Монахом Данилов монастырь Настоятели одновременно Вот он идет, батюшка Вот он идет, батюшка Вон откуда вышел Давай его Я пока буду говорить Ты посмотришь Вот они пока благословятся Нам срочно нужно Каждая минута Вот Рассылуется со всеми Я пошел его звать А так и пойдет Он да, где-то будет раскладываться Игнат Тихонович Ввел адреналин В город Москва Всех поднял Близких ему людей И отца Кирилла потревожил Он даже с окнаном Второго этажа Кажется, вот с этого Махал рукою Вот сейчас тоже Все, ведет его Подрученьки Помоги, отец Кирилл Чем можешь Господи, помоги Спасибо, помилуй Хороший отец Кирилл Благословил Господи Редкость Это некая редкость В православии В московской патриархате Такой священник открытый Батюшка говорит Всего пять минут Только стою Я говорю, пять-то минут Это умножь сколько людей Это сколько получится Помните, Филь Пять минут это много Можно десант высадить, да? Батюшка, высадите со мной Пять минут это много И Фильм такой Президент-авнучка Он говорит, пять минут Сирене завоевать За пять минут Собачка, не бойся Что она лает Не бойся Вот протекает Вот говорили, что трешил Так, поднимай Садись Нет, она не втекала Скорее Давай, держи Все Все Покусает же Если будете все брать Да, все, все возьмут Это цена 20 тысяч 100 рублей Это входит Остальные не буду посылать Вот это вот У меня ушло 40 лет сбор материала Все О крещении О покаянии А мне этого нет Ну, крестую православию А, да Есть Дальше Вот это вот Николай Балашов Ищина Равнах Пишет Это я на Когда коммунистов Готовились там Графики убивать В это время Вот я и был арестован Святы летят Святы летят А вот это Батюшка Вот Новый завет Трехтовник Впервые за 2000 лет Вышел С толкованием Откровения В одном комплекте С стулом С стулом Дай Вот, держите Остальные Потом можно Хорошо Все Это все Никого уже не нашли Относятся к моим книгам Иронизируют Это все из-за них документов Это как средств истории И про лагерь И про деревни Что печатали За убежом Это все собрано здесь Потом Самое поганное О нас Обо мне Свидетельство Все помещены здесь А вы Василий Говорю по телефону По поводу гонения На братью Которые живут Тульской области Еще где-то Со стороны Епископом Что заключается Годение Что говорим Манкор Знаете это слово? Нет А я вам объясню Вы будете знать Это слово Щельги Зайтматов Вел Из романа Буран и полустанок Когда воевали И уже между собой Сали Но победитель всегда был Они отбирали Молодых людей Которые пленные были Допустим Ну тысячи человек И они из них Делали Манкор Несколько дней Ножом Убридность Скоплили голову Чтобы не было Волосинки Не было И вывозили Там Выкинули Заполнивали В столовозы И в это время Убивали Брюда И самую толстую шкуру На шее у него Натягивали На это место Привязывали И бросали Их там Не пить Не есть Еще не давали Под солнцем Умирала Половина Сразу Они так Ближали Все Дернее И вот Этот голос Старался в это время Он проходил Через эту шкуру И шапочка Из этой Жины Она прирастала И трогать не забывала И он забывал О, как звать Все Но он выполнял Только волю хозяина И он был послух Он понимал Все, что нужно Стрелять Но только что Хозяин Скажет И как к одному Это Мантурды Взывались Вот советская Индиология Томилизм Стала КПСС Жерманкуртизм Это жерманкуртизм Патриархии Вот мы Приехали В Кемеровскую область Мы В библиотеку Заны Поехали по районам Патриархии Что делают Они это узнали Видите 13 лет Уже выше Я уже не пишу Они могли бы Назначить Центрский комитет Вызвать Оставить в обвинение Они могли бы Они не могут Делать Почему Ответ одет Что они Самоубийство Что это Здесь О всех опущениях Какие они сделали Люди Которые у власти Это не православное Это просто Избирь Родочар Они не знают Православной веры Применали Известные Это не было ни одно Объяснение Ни о чем У меня Это вообще не существует Они восстали Против Евангелия Я Каждую библиотеку Оставляю Ныне В вашей библиотеке Есть 38 книг Православного миссионера Игнатия Лопкина Можете прочитать Они что Это фотографируют И говорят Я ходил по городу И продавал И далее Что только слышали Что только слышали Это не в общем Это что-то Такое-то Иссариона Звенящие кедры Или Белое братство Насшедшее Вот вышел Третий номер Сейчас Русский дом Журнал ТП И там статья В этом номере В этой деревне Огнине Погашин Есть статья О Потеряевке Прекрасная статья И там епископ Который сейчас В Липецке В Липецкой области Максим был И он там на фотографии Он приезжает Со священниками Мы вместе служим И мы Восстанавливаем Угроз Это уже Ну ясное дело Они не знают Ни меры Никакой Я начальник Основатель детского лагеря Без помощи государства Тысячи детей ходят Еще раз Стоит это А детьми занимаются Значит педофил А если вы знали Что он наказывает О да он садист Ничего Не были А о лагере Снятые фильмы Государственные Заняли первое место На международном Киноконкурсе Золотой Витязь И второй фильм Занял первое место В России Да ты сто лет Снимать про Лужкова Ничего не получишь У нас погиб Губернатор Это был Евдокимов Михаил Сергеевич И Путин Владимир Владимирович Приезжал Его хоронить А дружки были А о нем сняли Там фильм Специальный режиссер Работали Ну фильм сняли Миллионы отпустили Никакого Никакого места Никогда не займет А почему Это отнутри А так как там еще У нас назвали Возрождающийся Руси То есть мы показали Что можно В этой невознимой Невознимой Трудной Отстановке Работать И работать Для Бога То есть я Сколько Пятьдесят Торгодный Еще И везде Выступаю У меня Миллионная Аудитория И в интернете И везде Там и в моем мире И в контактах Меня затащили И в боюзбуке Где только нет И в сотнях Храмов А только Четыреста Сорок Я называю Которые здесь Мы все После собрания В Доме культуры И всех До единого До единого Направляем Храмы Московской Патриархии И с нами Воюют Патриархийные Священники Это идиоты Да вам Лапкин Говорит Напомню Все храмы Они это Не понимают Они понимают Что я говорю То что обещает Их Они не могут Это просто носить Вообще Не хотят Даже слышать Похваляются Друг перед другом Кто больше Патка сделал А сейчас Приезжают Епископы Служат Вместе Прощущаются Они начинают Теперь Выворачивать Вот выступает В Новокузнецке Был в Горкино Сеглата 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 И говорит Ему охрану Задают Наш Север Он не знает Что это Наш Север А что вы Скажете Про Варкина А это Псевдоправославный Тогда Свет и говорит Александр Леонидович Это не так Я там был Я с именами Северской Поездки Выезжал Но тогда Я не знаю Он не знает А его Я все знаю Мои книги Он в руках Не держал А его Что он говорит У меня все Известно И скажете О нем Что ничего Не могу сказать Я знаю Только о его Должности Что он В живье Сектантов И не видал Может быть Сектантами Говорить Надо Ненадменно Я говорю Я в доме Молы Вру Ночеваю Принятый По высшей Шкале Мы думали Не о том Что только Дать А что взять Если я разговариваю С сектантами Я всегда подчеркну Как они хороши Если взять 100 баптистов Не выбирая Из большого Московского храма Православных И сравнить Все это Сравнишь Ни один Не пьет Не курит Прекрасная Семья Работает По всем Качествам Они лучше Православных Но они Не церковь Главное Почему нет Рукоположенного Пастерства Я спрашиваю Батюшки Что самое ценное Православие Они не знают Самое ценное Это вы Вы даже Этого не знаете Вы проводники Той благодати Апостольской Которую Бог дал Сектантам Нужно Чтобы они Пришли Смирились И получили Рукоположение И основных Рукоположили Я знаю У меня Программа Мне задают Вопрос Что бы вы Сделали Будущим Патриархом Я знаю Я говорю Вы даже Согласитесь Что с этого момента Как задали Патриарх Ну Вы терпите Первое дело Прекратить Строительство Всех храмов Заморозить Тех На какой стадии Все заморозят Не строят Ни одно Часовное Государственные Долги У кого убрали Под проценты За счет этого Пусть Гражданские здания Заплатить Высвободитесь Из этого Плено Второе Открыть Училище В течение Одного дня Я открываю Тысячу Училищ Православия Так у нас Учителя Я уже договорился Заранее Мы не будучи Патриархом Я уже Программу Патриаршем Уполняю А где вы взяли Я договорился Звольтистами Это самые близкие К нам Которые Все признают И душ И вечное мучение Все признают Но у них Поположенного Пасторства Они дают Патриарх Не трогают Православные Они не научат Наших людей Любить Следу И быдную И святого Бога И дальше И дальше Я знаю Что по программе Нужно делать Раз в этом закончить Теперь Выстреливающие Стрепство Бросит на издание Новых Заветов Заполни всю страну Священники Которые Они погружены Троекратное погружение Должны быть Крещены К нам приезжают Архимандриты Крестятся А с каждой Некрещеной Некрещеный Пох Крестись А как я тогда Все действительно А ты должен Крестись Без погружения Нет крещения Слово крещения Переводится только как Баптизансис Погружение Другого перевода нет Не существует Ни погружен Ни крещен И у нас тут все До единого В общем Все полно Погружение И это все Каноны говорят Об этом Все до единого Ты крестишь Нет погружения 50 апостольское правило Ты извержен Для никто Отец Подтверли Так нет написано Ну Вы довели Все свидетельства Приди как Это все здесь написано Мы когда беседовали В Киеве С отцов Кириллом Беседовали с митрополитом Тунышем Патриархом Так называемым Филаретом Такой да И отец Кирилл говорит Почему у вас Не крестят с погружением Спрашивал Филарета А у нас церковь Окрепление Это православная церковь С обливательным крещением С обливательным крещением С обливательным крещением Обливательного нет А церковь Обливательное это означает В трех случаях оно допускается Первое В клинике На одре болезни Раздавленное Его разрезали С него одежды сняли И трижды Пролили ведро Три ведра По крайней мере Второе В узах Сидеть в тюрьме Выхода никакого нет Но там можно набрать Три посудины Раздетые Трижды обливательные Обливательные И третье Это у татар В степи в плену Но облитые Не одевшие Сегодня нет обливания Это мощение лбов только Облитые Я в души сегодня был Я разделся Направил Вес облился Вот это должно быть Должно быть троекратное Полное погружение Это все святые отцы говорят Скрываясь в воде Мы умираем до греха Потому люди живут Во грехе Отречения Никакого нет Это не просто обряд Как говорят Форму надо саблюсти Это покорность Воли Божией Воли Божией Мы тут стояли с отцом Кириллом Это мы находимся в Москве На Берсеневке Около храма Христа Спасителя Тут метров 200 всего Ну и утром сегодня Братья пришли Говорят Отец Кирилл Сказал говорить Проповедь После литургии Здесь мы в храме находимся Никола на Берсеневке Я говорю Еще вчера-то не сказали Ну уже вроде Легли я в машине А братья В помещении были Ну я пошел Я рано встаю Часа в четыре Наверное сегодня И пошел тут Прогулялся А сам думаю Мне хочется Не просто народу сказать А в сердце Войти к народу То что они слышали И чтобы то привычное Слово Оно приобрело для них Жизненный смысл Слово Божье Живое и действенное Оно не просто Слово А живое На сегодняшний день В движении И мне мысль пришла Надо сказать Придите ко мне Все труждающиеся Обремененные И я пока ходил И на эту тему У меня сложилось Две фактически проповеди Ну как это может две Ну я делал занятия Когда в университете И всегда вступление Мы весь зал пел Царю Небесному И одно время Я стал объяснять И мне на объяснение Молитвы Царю Небесному Утешителю Ушло полтора года Полтора года Это каждое вступление Около двадцати минут На неделе Таких занятий два И пять месяцев В году И вот Я подумал Сегодня Движение Проповедь-то получилась А нашел храм А людей-то Все тут Два-три человека Я говорю А нельзя ли это Перенести на завтра Завтра-то само собой Эту проповедь Отец Кирилл говорит Отнеси на завтра А скажи Сегодня Вот определенное время А для меня Это вторая неожиданность То это проповедь Я сегодня утром готовился А сейчас Я мне завтра Должен менять что-то Ну я попрошу у Бога Милости Чтобы позволил И стали когда разговаривать О проповеди Я говорю Вот был проповедник такой Насколько вы его Отец Кирилл знаете Божий милостю талант Это отец Александр Кивоваров Он говорит А мы немножко знакомы И дальше я стал рассказывать Как мы у него Три брата Отец Аким Павел Учились Он преподаватель Кандидат богословских наук Когда я рассказал Как мы в Болотном молились Куда его направили Приехали Я с большим магнитофоном Маяк 25 с проводами И склонились все на колени Это так было необычно И Бог дал слезный дар всем Все плакали И он Это понимаете Такие слезы Покаяния Радости Он на коленях стоял И простирал руки Как сейчас помню Свечи вокруг горят Никого нету Одни только наши люди Которые любят его И он любит нас Это такой редкий случай А мы из Барнаула Приехали в Новосибирскую область Болотное Там у нас станция Или село Болотное Это надо было видеть Он тайно Даже ночью ко мне приходил У нас была очень близкая с ним гроба Отец этим священником стал Благодаря ему Первый должен быть я рукоположенный Кажется его сестра Шила Подрясник Я его примерил И вот когда надевал Я понял Это не мое Я его снял Брату передал Я священником не буду Как так Да ты же Мы уже договорились Омский был Максим тогда Кажется Кроха его фамилия Уже договорились Что встречает вас там Нет Это не мое Я четко почувствовал Это не мое И меня сватали разные епископы Митрополит Виталий Вы обязательно должны уехать священником Вениамин помню здесь был Черноморский Он Не поедете Пока я не рукоположу А люди годами Надо чувствовать Что это не мое И когда митрополит Виталий сказал Он говорит Действительно Если будете священником То я где вам Путь будет закрыт Я считаю Что я отдалюсь От своего поприща А отец Кирин говорит А вот у него брат Борис Пивоваров Он в Академгородке Он наверное Другого духа Да Я говорю Это современный инквизитор Он Магистр богословия Кажется Вот Макарий Алтайский Канонизирован Тут он большую роль Сыграл в этом А дальше Я как-то сделал замещание Не замещание Я просто сказал Отец Борис Люди приходят По стенам идут Все иконы подряд целуют А вышли из храма Стал беседовать Бога совсем не знаю Что они как слепые По стенкам-то Он промолчал Ну прошло не более Двух недель Он представил трактат 95 страниц Или 96 даже Игнатий и Коноборис И с этим материалом Отпечатанным К архиерею Тогда он был Архиепископ Гедеон Докукин А у нас с ним Хорошие отношения Первоначально были И он говорит Отец не делом занимаешься И в это время Я узнал про этот трактат И рассказал мне Про него Отец Александр Пивоваров Сказал вечером темно Я говорю Отец Александр Немедленно едем к нему Так уже ночь Это ничего не значит Еще не ночь Только вечер И мы приехали к нему Он встретил нас Полураздетом виде Тут запахнулся Как сейчас помню Думаю ничего у тебя И вот пожалуйста Все снято Одни трусы остались Рязко сверху И стали с ним говорить Но вы же говорили Что люди Да говорил Отец Александр Какой знаете иконоборец Ты посмотри Иконы И все есть Ты что придумываешь Это где-то И он подумал И при нас В печку Этот трактат Затолкал Плита Но Внутри видимо Что-то осталось Он прокатоличенный За католиков он полностью А теперь слышу Он Не только там Я тоже Католиков люблю Но Я православный И поэтому Строжайшие все Каноны Правила православных Которых нет католиков Я им говорю Куда ваши посты делись И прочее А для отца Бориса Это как бы Несуществующее И поэтому Мы с ним могли бы Работать Когда погиб Патрица Александра Но никакого подхода нет Мы к нему ездили туда В академгородок Где у него храм Я пытался даже Хотя бы к нему Но все такие Все настороженные Я понял Там нам ходу Никакого нет Абсолютно нет И что он Где выступает Где Связи-то с Библией Никакой нет Я вот сегодня Начался разговор С его шестой номер Русский дом И там статья Андрея Ткачева Он в Киеве служит Я его много слушаю Хороший священник Много глаголевый Везде он выступает Он говорит И остановить его И остановить его Очень непросто У него заряженные Целые очереди И Христа Вот если вы сказали Так Главное его качество Какое вы увидите Что нужно было Христа Евангельского не знает Андрей Ткачев Он не знает Рождение свыше Он знает Грамот Очень грамотный Как говорят Язык подвешен Он говорит И на пути не попадается А растопит Но Главное Не проговаривает И по причине Не знает Он был в Америке Ездил Встречался Русская диаспора Знает Христа Сообщается вместе Не знает Он не может об этом сказать А могли бы вы с ним сотрудничать Ну только жертвой стать Он объявит войну До патриарха Чтобы меня Любыми путями Стереть И поэтому Я за вас не боюсь Что я вас в храме Говорю про уповедь Я всем говорю Самый устойчивый Вы в этом вопросе Отец Кирилл Сахаров Он смело говорит И отец на ум В Тбилиси Он тоже Во время литургии Меня представил Тут я говорю А остальные Вот кажется Служба Перед храмом Там где-то сказать Или где-то А чтобы в храме Одеться в стихарь Это нет И поэтому Разговор зашел О проповеди Сегодня приготовиться А я попутно взял Проповедь Это не знание только Это свобода во Христе Свобода Расслышать Голос Божий И потребность народа Это Это не грамота У меня как-то Один священник Он магистр богословия Теперь Упрыгнул Знаете У вас Никакого Настоящего Духовника Выросли Как дичок Я говорю Это мое главное преимущество Меня ни семинарий Ни академии Не душили Надо мной не было Узурпатора никакого Я на каждую проповедь Его вымаливаю Я выплакиваю Бога на коленях Это знают только ближние люди Это ночные мои беседы с Богом И поэтому Вы сказали правильно Что у меня его не было А я учился А у меня духовники Всегда были В первую очередь Это святые апостолы Пророки Звутоуст Я надеюсь На встречу с ними У меня любимый Пророк Иеремия Пророк Михей Поклонившись Божьей Матери Я ищу спасения Во Христе И поэтому Разыграю Это будущее Я обязательно Найду их Обязательно поклонюсь И скажу Вы создали меня Воздам им благодарность Что трудились Над возрастанием Моей души Живые И отошедшие У меня духовников Много было И при жизни Но таких О которых не знали Они были миряне Один из них Устинов Александр Иванович Приговорил к смерти За проповедью Распространение Протоколов Силовских мудрецов Старобрядец Сказать его сын Женатый на моей сестре Ну и дети Не у отца Его приговорили К смертной казни К расстрелу Но так как он был Начальник радиостанции Рокоссовска Всю войну прошел Его заменили Это 25 лет Он сам не стал Просить самого государства 5 лет поражения В правах Там и прочее Ему 33 года Фактически дали Два года Четыре места Прошло Как Солженицын Говорит Сталин Скопытился И его освободили И вот Многое я взял От него Бесстрашное Свидетельство Везде Однажды Он меня спросил Ты на На работу Берешь Обедать с собой Я говорю Да а как Ну как все Обедают Я тоже сажусь За стол Потому что на улице Пурга А вы Креститесь рукой Я говорю Нет А почему Понимаете Простой вопрос Я не стыдился Не страшился Опыта не было И вот этот опыт И он приобретается Благодаря Этому наставничеству А ты Исследуй Почему Тебя все знают Верующие Все знают До одного И ты молишься Ну а крестишься Нет Крестишься Крестное знамение Нет Ну попробуй Узнай И вот на завтра В вагончике сидим А реконструкция Города Искитима была И вот Я вытащил Перекреститься Рука не поднимается Я рассуждаю Я могу до вечера Без обеда Обойтись Понимаешь как А потом Да нет Не пройдет И сатана А тут играешь Я вот так Перекрестился Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного И третий раз Мужик напротив Сидит Тебе что Бог Лишний кусок хлеба дает Крестишься А рядом со мной А что ты разговариваешь Дай ему в морду А тот говорит Кому мне Разворачивается Истоветнику моему Их обоих схватили На улицу В пургу выбросили Я доел Понял С тех пор Везде Всюду Крестное знамение Но нужен был толчок И вот такой Александр Иванович Старство ему небесное Должен возле каждого Из нас быть Должен быть Кто-то Вот этот Росток Маленького деревца Привязать к чему-то Ну Колу какому-то Чтобы его Ветром не свалило Меня Нельзя было уже В это время свалить Я уже ушел С работы Свидетельствую везде О Боге В семинаре В академии Был свидетельствовал А открыто не крестился Представляю Одних безбожников Почему я не мог объяснить И он это сразу почувствовал Мне нужно пройти еще Вот этот этап И вот у каждого человека Где-то что-то есть Но вот это что-то Может указать только Господь Если я ему скажу А он не готов Он меня просто Оттолкнет и может Возненавидеть Это мелочи Что ты меня там учишь Вот этот момент Эту грань Разделяющую любовь От ненависти Нужно нащупать И это где-то Может быть проповеди Какое слово На это сказать А сегодня Три коллеги Стоит Кому говорить А для меня Разницы нет Я на пустой храм Свободно буду говорить Я вспоминаю Здесь Король проповедников Его звали Чарльз Пержин Король проповедников Когда Я видишь Попутно Другие моменты беру Чтобы Когда домашние Спрашивали Кто у тебя Высшую антипатию Вызывает У Фридриха Эндельса Он ответил Чарльз Пержин Почему Потому что Того слушалась Англия А у этого Никого не было Я понимаю Причину какая И он готовясь Пропови Говорил проповедь Говорил там В своем Где Молитвенном доме Иначе Поставил Никого нет Он взял ложки На окно Поставил И стал говорить Вы никогда Не думайте Ни о ком Только все В рот Тащите себе Вас никогда Не насытишь Гребете И гребете А там Пьяницы Расположились Под окном Только вытащили Бутылочку Выпить И слышат Вы совершенно Не думайте Ни о чем Пропадает Душа ваша А ложка Проповедует А те сидят И один из них Зашел в храм Послушать И обратился А дальше Будет проповедник Из-за ложки А Христос Видите Как он Растекся Какой рекой Христос С одной Самарянкой А след за Самарянкой Идет целый Город Сихарь У нас Может быть Не Сихарь Только Стихарь А Стихарь Так мы Никогда не узнали Где этот Город Я всем Применяю К этому Вот К сердцу народа Пробивает Дорогу Дух Святой Когда мы Свободны Этой свободы Не имел Андрей Кураев Только в одном слове В одной аудитории Трижды сказал Как я завидую Игнатию Тихоновичу Он свободен И ему наплевать На все Что о нем говорят И думают А мне не наплевать Для меня важно Что подумают Такие это Что мой епископ Про меня скажет Я когда прослушал А ты сказал Отец Андрей Обречен Он будет теперь На путь свободы Выходить Его буквально Через неделю Вымели из академии Вначале там Профессора Которого Одно давали И прочее Я все это принял За его высказывание Обо мне Потому что Слишком сближенные Были Тем более Я уже сказал Это Я сразу же Ему послал И сказал Ты выходишь На путь свободы Главные таланты Ты не развил Ты все равно их зажимал Теперь скажи Но скажи Не эпатажные какие-то А евангельским словом Гарри Поттер Нам не нужен Матрица Нам не нужна Нам нужен Христос И вот Дед Андрей Ткачев Говорит Что вот Миссионерство Что такое Я сейчас взял С стола у вас И прочитал Этот журнал А миссионерство Внутри себя Совершенно правильно Говорит Но дальше Он не проговаривает А вот люди Которые душили Он нигде Ни одного слова Не скажет Что виноват Вот тот-то Епископ или патриарх Он не может Этого сказать Он связан этим А ты должен сказать И сказать Что Только полюби патриарха Ты должен прямо сказать Патриархи Не заботились об этом Они сотрудничали с властями Начиная с Сергея Старогородского Ты обязан сказать это Обязан Пророки Никогда не думали Ни о предыдущих Своих сотоварищах Ни о царях Стояли и громили Не должно тебе иметь Живу Филиппа Почему Путину не скажет Патриарх это Ему Кто Жена Где она Эта Людмила С которой стояла В храме Он должен был сказать Его должен подтолкнуть К этому Не Кирилл Сахаров У тебя паста своя Есть Весрестоящие Которые рядом Почему Не сказал Я ставлю этот вопрос При встрече с патриархом Ему необходимо сказать Вы думаете Иметь его благоволение Благодаря Путину Нам везде льготы дают Нам дают и льготы Нас останавливает КГБ Нас Влекут Ну Снимают До определенного момента Мы снимаем Нас приветствуют А мы говорим Кто мы такие Они проверяют документы И когда узнали Это в Кытмане было В Алтайском крае Что мы православные Да где же вы были Сотрудники КГБ Там майор пришел Уголовный розыск Они жмут нам руку Провожают Рассказывать Я подумал Какой ужас Они нам льготу дают А у нас тут Недавно таких-то судей Или там Баптистов Ну не знаете Не баптистов А святые льготы Для царя батюшки Мы все одинаковые Он не может давать Льготу православному А баптиста прижимать Я подумал Мы кровью захлебнемся За это Против нас все идут Я это высказал В интернете Мне приятно Конечно Что меня отпустили У меня ничего не изъяли Руку мне пожали Встали рядом Сфотографировались Сотрудники органов В душе приятно Ну Я им сказал о Боге Дал визитки Но неприятно то Что они нас в государстве Уже делят Мы вроде нужны А остальные не нужны Государственный деятель Правитель Царь Мы для него Он царь батюшка Для нас всех Путин Роль его выполнять И законопослушные Сектанты Они для него Такие же граждане Они прекрасные работники Ну я выступил Ну и баптисты Все так говорили Вот Латкин Он говорит В пух и прах Разносит баптистов Там в Америке А его все говорят Уважают Его материалы распространяют А он говорит От них места живого Не оставляет Почему По тому что Я не баптистам Не православным Не должен угождать Я должен открыть Истину Христову Она одна И она дана Одна на всех И в этой истине Люди приходят И находят Христа Вдруг встречаю Выступает одна сестра Что Олег Стеняев Против меня выступил Олег Стеняев Который у нас был Который я в Москве Посещал в больнице О котором я говорю Из миссионеров Я выше его никого не ставлю Он в Библии Выше Олега Я везде об этом говорю Вдруг он против меня Что они в расколе Там какую-то Такую Галиматью гонят Когда видишь Что епископы наши Служат вместе Мы стоим рядом Брат стоит в алтаре Все прищищаемся Откуда у него Эти сведения Не знаю И тоже проговорился Это наиболее Успешный миссионер В наше время Успешный Что обращаются люди Он не сумел Закрепить за собой Вот это Негативное отношение Будет встреча Скажите А отец Олег Нужны доказательства К обвинению Я к слову сказать Когда у меня суд был На меня Власти сильно наехали Ну и свидетели были Первые секретарные кома Партии Бобров Выступил Прямо ненависть такая Вышел Только к власти Придем коммунист КПРФ Вот так ваше подтвердяйте Показал вышли И вот выходит Ваша честь Он в свидетелях идет Вот Лапкин Кто он такой Лапкин? Это такой человек Истремист Он шевинист А свидетель спрашивает его А вы давно Сладкий незнакомый? И он мгновенно забыл Секретарь КПРФ Женезнодорожного района Города Барновула Ваша честь Был там Гресс интеллигенции Это все российские Там был Жарес Алферов Мариатманской премии И вдруг За этими очкастами Дают слово Всем по 10 минут А этому 5 минут Почему 5? Тоже непонятно Он в 5 минут Больше сказал Чем всем И в суде Это все говорит Во время Когда его допрашивают И выходит В валенках За трапезном пиджачке Я только Зачем он Какое? Ваша честь Ну вот он заговорил И я прошептал Златоуст Враг Против А я только сказал Что такое интеллигенция Интеллигенция только та Которая знает свой путь Коммунисты не знают Путь куда Они в тупик только заводят Они могут только К раздоры вести Он коммунист И он забылся И начал говорить А судья глаза Раскрыл И смотрит Даже самые лютые У меня враги Какие были Они в конце Засвидетельствуют Воевал в последнее время Дидеон А уезжая Сказал 13 лет я был здесь Одни лицемеры Был один человек Который мне правду Говорил Глаза И то что я скажу Даже в храме И не понравится сразу Не делай восписательные Вопросительные знаки Ты сделаешь их потом Я у Бога Это выпросил Моя задача Самое маленькое Где-то в человеке Живое есть место Распространить ее Шире Чтобы начало Омертвевшее вставать Омертвевшее в человеке Он ничего не слышит Он только начинает Внимательно слушать Когда я касаюсь Конкретно его магазина Его дочери Его сына Но в проповеди Я не могу этого говорить Я должен сказать Общее Общими словами Но в этом общем Каким-то словом Высветить этого человека Затронуть его В этом искусство проповеди И вот сегодня Сейчас сказать Я в данный момент Вот сейчас стою Сколько до проповеди осталось? Часа полтора Часа полтора И я еще не знаю темы Вот сейчас я полтора часа Пойдем в храм Зайдем Я повторяю Мы на Берсеневке В Москве находимся Сегодня 31 мая 2014 года Вот Должны идти На понедельник Вчера с нами Он сходил Отец В визовые центры В посольство В Барнауле предупредили Что посольство За километр На выстрел вас не допустят А в прошлый день В Новосибирске Вышел даже сам посол И приняли И сказали В понедельник То есть послезавтра Могут наши паспорта Быть готовы Их не отошьют в Барнаул Надо меня дождать И мы можем вовремя Войти в Шенгенскую зону Но мы отца взяли с собой Он с собой Надел наградный крест Который недавно Патриарх Кирилл Так я понял? В прошлом году А в прошлом году Ну да Он знает о чем Тебя? Ну естественно Я однажды читал Про патриарха Кирилла Он говорит Куда-то улетал И в самолет В окно-то смотрит А там какой-то Который прислуживает ему И Нет Патриарх Алексей Первый А Алексей? Алексей Первый А О ком он говорит? Он что-то говорит О чем говорит? Я говорю Нет По-моему о Кирилле Не-не-не Взял богословение И показал вот так Да-да-да-да Это патриарх Алексей Первый А когда вернулся Говорит Что ты показывал? Я говорю Что мне не хватает чего-то На бедренника На бедренника Но я вижу Такое-то благословил И что-то еще ему дал вроде Какое-то украшение На всякий случай Благословил А потом удивился Когда вернулся А то он разнесил Что он просил На бедренника Да Из самолета Который тут провожал Он показал Мне на бедренник надо дать А он меня благословил Даже дружладыка Благословили мне на бедренника А нету его А кто так сделал? Просил-то Один из духовенства В Елопольском соборе Это надо так сделать-то Но мне до того нравятся Такие моменты И как он ответил на это И все Я говорю, что Вот ничто человеческое Не чуждо Когда на патриарху Кирилла Сильно нападать стали Они не знают, что сказать Да какой он патриарх Он с собакой там бегает Я когда узнал, что у него собака И какая он ходит Он для меня сделался таким близким Я сам с собаками вожусь Он пробегает там где-то Два километра с ними И там Понимаете, это надо видеть И когда бежит Свободе у него другие мысли рождаются А не только неприятели Там Какие-то квартиры Глупости всякие Вот если бы Мы заботились о просвещении народа Вот как отец Александр Пивоваров О котором я начал говорить Вот тогда бы мы не смотрели на свое Вот мы едем дороги Трамвай Или троллейбус И к задней стенке нас прижало И он спрашивает А вы знаете сегодня какое ощущение? Я говорю, знаю Я все Тогда мне проповеди не было в храме нигде Но я к ними готовлю Я все проповеди готовлю Они у меня готовятся и умирают А что бы вы сегодня сказали? Я говорю, я бы сказал вот так А на такое слово так Он выходит в этот день в храме Мы едем в храм Отец Александр Пивоваров И тут же говорит все, что я ему сказал Знаю, что я тут стою Другой бы сказал Ну я же тебе это сказал Я стою радуюсь И он говорит и улыбается, радуется Это был большой человек Открытый Более близкого человека у нас Когда нас гнали не было И на место настоятель Отец Никаев Войтой Желая нас поссорить Написал архиерею письмо Что был ваш Пивоваров здесь И он подговаривает Лапкина И всю его компанию Чтобы меня отсюда убрали А ему быть у нас здесь А Пивоваров пишет Да у меня в мыслях не было И никто этого не делал Но самое больное для него это Мы хотим спихнуть Войтовича Во-первых, это невозможно Потому что за него власть А во-вторых, глупости это Отец Александр Пивоваров Первый сделал раскрутку Воскресения Зои Это сказать Клавдии Устижанины Он первый выступил в храме И потерпел за это Вот когда говорят Клавдии Устижанина Ее бы никто не знал Кабы не отец Александр Пивоваров Отец Александр Пивоваров Для нас именно отец Он старше меня был Кажется на один день На один день Но старше У нас были очень близкие отношения Пытались их портить Может удалось кому-то как-то Но не знаю Это я как бы для сведения вам Он оставил пример большой Везде строил купели В то время, когда их нигде не было Он крестил отца Геннадия Фаста Он его крестил И к нему я его направил Отец Геннадий Фаста Однажды там, как говорится, пролетел Стоял В первый раз приехал в Новосибирский храм Ну а в это время Будюх Или как его Не знаю Отец Дмитрий был Потом он был Сафрониям Епископом Новокузнецкий Вот И он первый подошел Он к нему подошел И говорит Мне бы батюшку Александра Пивоварова Откуда вы? Я решил тогда блеснуть Что знаком с Игнатием Лапкиным Как бы Чтобы дорогу мне пробило Я от Игнатия Лапкина Он сразу Игнатия Лапкина Да ты еретик такой Он меня Я думаю Вот это я сказал Я-то хотел вашим именем прикрыться Говорит Чтобы у меня доверие было А не тут-то было Вот и все Так что Вспоминать меня лишний раз Где-то не надо Если людей не дашь Говори Когда точно Устоишь Когда будут Другие слова Говорить Чем нам и хотелось Слышать Вот отец Наум И вы его знаете Борщуков Тбилистин Он вышел Рассказал Как он обратился К православию Кто для него Кто для меня И весь народ Расположил сразу Теперь я говорю проповедь В этот же день Он собирает Прямо в храме народ И все это в интернете Выставлено Перевозчики стоят рядом Каждое слово переводит И поэтому Так у него и идет Свободно Вот Но Мы с вами здесь Чаще встречаемся Я у него там был один раз И поэтому Мне разделять вас нельзя Но вы у меня по-прежнему На первом месте стоите По той причине Что у вас твердое положение Вот у отца Кирилла Самое твердое положение Он никого не боится Представляет слово Мы встречаемся А другие священники боятся Они мне слово дают Но только когда выйдем из храма Вот здесь вот Это я мог бы называть Кто говорит Но Не хочу их обидеть Потому что они даже Несколько близкие к нам Вот На улице у него дома соберемся Там может А в храме они не могут Это только два священника Такие которые в любой момент Могут представить слово Я вас не посудил Говоря слово В прошлый раз Прекрасно Вдохновили Вас никто не упрекал за это Что ты еретику Раскольнику Вседоправославному Даешь слово Как дворки нас именуют Будете с ним встречаться Скажите Вы поближе познакомьтесь Потому что за всякое слово Отличить мне От этого награда Блаженно Когда имя ваше Понесут как неугодное Они говорят Нет ему спасения в Боге Как в Салтыре написано Ну Ты познакомься Его труды я практически Все знаю читал Он мои в глаза не видал И как он может судить Ну возьми одну из книг Прочитай Да я Он отзывается негативно О патриархии Да кому непонятно Что непорядок И как я могу Называть все По-другому Если я буду лгать Моя сестра Ирина Родная сестра Ирина Тихоновна Она работала в бухгалтерии В Новосибирской епархии И когда я к Ерею уезжал Секретарем епархии Был отец Александр Пивоваров И он Сестре говорит У нас священники сейчас съезжаются Я обидел Что все приехали Провести тут совещание надо Так ты приготовь мне Что о священниках Говорится в симфонии Она провела Сколько там времени Приходит батюшка А хорошего в священниках Ничего в Библии нету Я провел по симфонии Только отрицательно Ну вот это мы и скажем И как раз оказался Единый Генрих Фасс Тогда он Генрих был И он ему представил слово Вот к нам новый человек Вот он готовится к окрещению И ты вот уже кое-что видел Таким не нашим православным взглядом Скажите Что вам не понравилось у нас Понимаешь При всем народе Не знаю что он скажет И вот на это Может пойти человек Который не заботится О мирской славе То есть самое отрицательное Вот я вас написал А вы все это опубликовали В книгах своих Это вызывает Полное доверие человека И вы Через то что опубликовали Нашими Я вам сказал Негативное Вы не потерпели ничего Похоже да А там отзывы какие были еще А я вам еще сказал Закрутил тут на Берсеневском Крыжовником В засохшем поле Или он сам это Кирилл делает Или масонам предался все Но склонен думать Что он искренний И он все это напечатал Нашу переписку Никто бы не знал Он ее опубликовал Вот Александр Пивоваров Был такого же характера Я говорю Где можно брать пример Живых людей Открыто выступить Сказать А что вы считаете Самое необходимое У меня две темы С разных сторон Первое Рождение свыше И водительство Духом святым Вот это две темы Из которых я не выйду До самой смерти Почему Царю Небесный Утешителю Я полтора года говорил Вступительное Перед каждым занятием 15-20 минут Он нож на 5 месяцев 4 недели Две проповеди Полтора года говорил Объясняю одну эту молитву Сколько мне заложено Значит Я выходил В лесопустим Серстом донес И один человек был Который записывал Это все на магнитофон На маленький И вдруг приходит Две коробки приносит А дает Я больше ходить не буду Я ухожу Куда-то уезжаю А это я записал Для вас И мне Мои проповеди Которые нигде Никто не записывает Он побудил нас записывать После этого А их там уже Тысяча прошло Совершенно незнакомый человек Я даже не знаю Как звать его Сидел на первой скамейке Ставил магнитофон Записывал в университете Эти коробки По 20 минут По 20 минут Умножьте Я говорил Но если он называет Что такое евангельское слово Я говорю Я говорю За все за вас молятся Мы ждем вас Уже и сухари у меня насушены И нары рядом надо мной Нарами назвал палатик Ну там смеху-то было в интернете Я говорю Ну а пиво баварского Тебя здесь не будет У меня сестра Одна в Германии Говорит Говорил там Ну говорил Совсем неважно А потом говорит А как вы считаете Какого пива лучше Вопрос задал Как все бросились Немцы советовать ему Какое пиво Самое хорошее Мне до того смешно было Народ оживился На слове пива Как-то я в Молдаве Пропоминал Сейчас не знаю В каком даже городе Там есть Черновцы Это не у них Да, Буковина Украина Украина И подошел Баптист Приспитер кажется Вы скажите проповедь О вине У нас братья выходят Говорят за кафедру И держатся Чтобы не упасть У каждого там Свои подвальщики Вина хватает О вине Баптисты Притом Ладно православные Баптисты не пьют Ну не пьют Где вина нет Может быть А хорошее вино Тоже не откажутся Вот Что самое главное Вас вот Хотелось бы Вам до своих людей Довести Мне хочется узнать Вот милиция за мной приезжает У нас сегодня Там собрание Всей милиции Края Мы приехали за вами Чтобы выступили А какая тема Ну какая тема Экстремизм Аксоэкстремизм Я выступаю Конкретная тема Что бы вы сказали О чем вам хотелось Сегодня услышать Народу мало Два-три человека Он меня чем побудил Сказать Да мы же запишем Все Вопрос идет Значит Люди раньше ездили А сейчас через интернет Мы как бы Можем захватить больше На какую тему Что Бог на душе положит Как Что Бог на душе положит Но бывает Что нужда Прямо Я у Бога на это Выпрашиваю На душе У меня вся Библия Лежит на душе Может быть Увязка с вознесением Как это С нами соотносится О Прекрасно Вот это Даже другой разговор На эту тему Я и скажу Хорошо Попутно Все Хорошо Спасибо Господи Спасибо